Думаю, года через три можно втёснуть. Так, пошло. Обалдеть. Ага, да ещё бы, наверное, пошло. Она ещё пошла, да, что-то упирается. Да. Я там даже что-то там находил, какие-то железяки. Да, текало, текало. Ну, можем, давай, погнать. Да и спешол. А где-то пошёл, да. А ты его не увидишь, я не беру с такой скорости. Где-то пошёл. А вот это всё бузина, да? Где? Вот это. Вот так всё как-то дикорастучая слива, я не пойму. Класс. Они набирают мёд. Ты там стоишь, как раз вот здесь леток. Ага. И стоишь напротив летка. То есть ты у них стоишь на маршруте, как Гоша у нас на линии геолога. Классно. Хе-хе-хе. Прямо. Ага. Вот ты знаешь, я не знаю, как это работает, но почему-то все, кто приходят там в первые разы на пасеку, становятся напротив летка. Ага. Я не знаю, то есть типа может быть это как-то придумано там. Короче, когда ты дымишь улей, то пчёлы забывают о том, что им нужно улей защищать и набирают в зобики мёд, готовясь сваливать от пожара. Ага, ага. Понимаешь? Да. Поэтому перед тем, как лезть в улей, нужно в него поднимить. Ага. Чтобы у них сработало, да? Для того, чтобы пчёлы занялись сбором этого самого. При этом есть очень досвитченные пасечники, которые этого не делают. Они... Некоторые работают даже без вот этого всего обмунирования. Ага. Да, там я видел... Да, да, да. Я на видео, ну не часто, но видел, да. Вот. Ну, понимаешь, здесь ещё вопрос вот в чём. Пчеловодство, оно допускает, оно настолько вариативно и допускает столько... Вот иди, пожалуйста, подойди сюда. Смотри, видишь? Да, да, да. Нет взятка в природе. Ага. Нет слабых взяток очень. То есть они не... Нет, ниоткуда им нести мёд в достаточном количестве. И они вот это ходят, выискивают везде. А в том числе и нора? Да, ну там что-то запах остался какой-то, понимаешь? Ага. Ага. В чём для нас опасность сейчас этой ситуации? Опасность в том, что мы можем спровоцировать напад. Открыл улей опрометчиво. Ага. Мы можем спровоцировать то, что на этот улей нападут другие пчёлы. Ага. И нападут семью. Ага. Вау. Вот это да. Потому что, ну ты понимаешь, пчела она заботится о своей семье. Она не заботится о всей пчелиной популяции. Ага. Есть воск, есть прополис. То есть продуктов пчеловодства. Да, 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 я знаю. Мама. Маточное молочко, пыльца. Ага. И когда я только начинал заниматься с пасекой, мой друг хороший, он в связи с войной сейчас уехал в Канаде. Уже дочку там родили и скорее всего она не вернулась. Ну да. Он меня спрашивал, Боря, а какая у тебя цель пасеки? А я не понимал, что он спрашивает. Ну в смысле какая цель? Ну мёд. Мёд, да. Да, да. А существуют разные стратегии. И вот когда я три года наблюдаю за этим вопросом, то мне кажется, что эти стратегии... Ну не стоит ограничиваться одной, как я понял, из тех обучающих видео, что я смотрел, не стоит ограничиваться только мёдом. Мне кажется, что сама природа нам говорит о том, что в разные года должна быть разная стратегия. Да, да, да. Вот, например, взять этот год. Он очень засушливый. Очень рано началась весна, пчелы рано начали движение. Сухая, у них было мало медосбора. Акация, когда цвела, у нас пошли морозы, они не собирали акациевого мёда. У меня не насобирали, может у других насобирали. И очень большое количество раёв было в этом году. Рой, это когда часть семьи улетает в поисках нового жилья. Размножаются они таким образом, понимаешь? То мне кажется, что вот такой год, как этот, он спонукает до размножения пасеки. То есть для увеличения её количества, да? Угу. Бывают такие года, когда очень хороший взяток. И... Ага, вот блестит. Да, да, да. Да. Класс. Так. Это ващ... Ага, ващина называется. Ага. Всё, дальше мы не пойдём. Можно забирать... Смотри, когда приходит... Когда пчела приносит нектар в улей, влажность нектара около 80%. Ага. При этом влажность мёда, товарного, 16-18% до 20%. Ага. То есть пчёлы, перерабатывая нектар, добавляют свои ферменты. Ага. Пчела, которая работает в улье, забрала в зобик, добавила свои ферменты. Ага. У пчёлы мало ферментов, чтобы переработать на нектар. Ага. И таким образом они несколько пчёл выплёвывают. А, то есть... Ух ты. Если хорошими до сборы ты ночью приходишь на пасеку, пасека будит. Пчёлы никогда не станут. И они мастут крыльями, создавая воздушный поток, чтобы выпарить лаву. Ага. Капельки нектара они подвешивают в соты, чтобы с них хорошо шло испарение. Угу. Угу. Здорово. Так, мы ещё один улей посмотрим. Чувствуешь, как ты ощущаешь? Так я никак не... Я ощущу, когда меня кусать будут. Ага. Класс. Мы её пока так аккуратненько отставим. Для чего? Чтобы освободить им место, куда стряхивать пчёл. Ага. Потому что если пчёлу стряхнуть с этой рамки, потом со следующей рамки, потом с третьей рамки, она уже доставила меня, короче. Ага. Вот тогда она разозлится. Ну это да, такой раздражающий фактор. Типа сколько у меня будет трясти. Ага. Поэтому мы сейчас в качестве этой щётки также используется, великолепно используется гусиное крыло. Ага. Оно очень мягкое и в то же время не травмирует пчелу. И в то же время за счёт каркаса костей сама конструкция этого крыла довольно жёсткая, что позволяет хорошо работать. Пчёлам очень не нравится, когда я, например, задавлю другую пчелу вот какую-то. Видишь? Ага. Это пыталась меня укусить. Но я в перчатках, видишь, у неё... Ага. Ага. Жопку повредила таким образом. Ну они умирают же. Да, конечно, умирают. Угу. Так, вот это вот пчёлки, которые... Они чувствуют, когда ты какую-то вот таким образом, да? Да, 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 да. Ага. То есть она какие-то сигналы посылает. Так, и более того, я не знаю как, но они отмечают, куда тебя кусать. Вот когда она начинает сжалить, они все потом туда... Ду-ду-ду-ду. Да. Обалдеть. Но я тебе говорю, что у них там... Мы что-то не знаем о них. Ага. То есть они тебя добивают в то же самое место, получается. Пытаются, да. Это цело показательные рамки. И я что тебе хочу, Лёша, сказать, что всё то, что ты видишь, это достижение бестолкового пасечника. Именно таким я себя считаю. Ага. Который не вовремя всё делает. Который... А вот смотри, оса. Вот. Я ос видел. Вот интересно, да. Осы, когда пчёлы находятся в активном состоянии, они не предоставляют такой угрозы. Ага. Но при этом, когда пчёлы начинают собираться в клуб, осы могут наносить существенный урон. Потому что осы могут работать при более низкой температуре, чем пчёлы. Ага. И пчёлы уже перед зимой снижают активность, а осы могут выбивать мёд. Ага. Из улья, понимаешь? Ага. Личинка выходит, кокон остаётся. И кокон, 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 кокон. И у тебя уменьшается пространство для развития личинки. И выходит маленькая пчёлка потом. Ага. И ты можешь далеко летать. Слабая семья. Понимаешь? Слабая, да. Так, это вторая раскрутка, да? Третья. Третья. Первая, ты ходил за фартуком? Ага. У нас эти.